Всем привет! Сегодня я побывала на фотофоруме 2016 и сейчас покажу, что я на нем увидела, что интересное застало. В общем, смотрите. Сразу скажу, что в этом году фотофорум стал гораздо скуднее и народ возмущался, мол, где все крупные производители, где вся новая техника и где вообще модели, которых так приятно всегда фотографировать и где шоу, которые не дают скучать. В общем, многое в этом фотофоруме упущено. Например, компания Canon уже второй год подряд не выставляет свою технику. За ней следом пошла компания Nikon и в этом году они представили свою технику через дистрибьюторов или партнеров, уж не знаю, как их назвать. Ушли с выставки и Sigma. Наверняка это сделал еще кто-то из мелких, просто я их не приметила. В общем, обидно, досадно, но ладно. И начну я, пожалуй, с компании Nikon. В этом видео я не буду вам рассказывать о всех-всех-всех гаджетах, которые были на выставке, просто отмечу самые наиболее запомнившиеся мне и самые последние. Так вот, компания Nikon представила D5. Мощная, сильная, но по нынешним меркам слишком уж дорогая. D5 шикарная камера для свадьб. Я снимаю эскорт, в частности хоккей. D5 просто идеальный для хоккея. Двыдущий у нас, 19 кадров в секунду он дает. Плюс, что отлично работает на высочувствительности. То есть, что другие камеры такого не могут делать. Вообще, на нем заявлено численность 3 миллиона. То есть, то, что не видит глаз, камера увидит. 50 тысяч, единиц, численность, это реально для нее. То есть, это хорошая, качественная картица. Но он больше для фото или для видео? Для фото. Но, тем не менее, в нем 4К видео. В нем есть все объективы с вибростабилизатором. Так что, он прекрасный для видео. Но просто при цене 500 тысяч, для видео можно купить что-то более дешевое. Вы попробовали D5? Да. И как он? Очень хорошо. Почему? Чем он хороший? В сравнении с моим, например, D4С, у него сильно прилично лучше автофокус. С чувствительностью все хорошо. А вы пробовали снимать на видео видео? Пробовал. Никак. Очень хорошо. 4К? 4К. Оно снимается с кропом полтора, потому что снимает пиксель в пиксель. Длительность ролика, конечно, там не очень большая. 3 минуты. Но просто 3 минуты это 4 гигабайта. Ну и как вы думаете, этот продукт конкурентоспособен? Конкурентоспособен. С таким ценником. У него ценник, в общем, такой же, как и у всех профессиональных камер. То есть, в районе 6-6,5 тысяч долларов. Также на выставке я приметила Black Magic, узнала кучу нового про их девайсы и офигела просто от ценников. Да что греха таить, от ценника я офигела чуть ли не на каждом стенде. Потому что реально везде, куда бы ты ни пришел, ценник ломит такой, что ты думаешь, блин, у меня зарплата там в 3 раза меньше. Что вы хотите, чтобы я себе камеру такую купила? Сколько мы знаем на камеру 299 тысяч рублей? А этой, кстати? 89. Младшая стоит 89. Обе камеры снимают RAW. Младшая снимает в Full HD. И, как вы видите, по ее форм-фактору, она больше предназначена для каких-то нестандартных ракурсов, как крэш-камера в некотором роде. Вот, пишет она на себя, на обычные SD-карточки. Давайте я вам поскорю. Уху! Вот так будет, да? А что значит, что это сейчас? А это просто прыщик, ничего не смотрит. Из дополнительных аксессуаров было интересно наткнуться на производителя, который делает штуки для света. Там всевозможные лампы для освещения отражателей, боксы и так далее. Судя по свету... Выглядит, поэтому... Интересно выглядит. Мы занимаемся осветительной техникой. Вы не просили? Осветительной техникой. Это постоянный свет. Все, что вы видите здесь, это какие-то вот такие вот эффекты. Также я нашла свою маленькую мечту. Это электронный стадикамп, потому что с механическим ходить жутко неудобно. Он нереально тяжелый для меня, а электронный. Я думаю, он скрасил бы мою съемку и сделал ее еще более приятнее. Но, как я говорила ранее, ценник, конечно, космический. Сколько это деньгам? 129 и 179. А ничего дешевле нет. Сейчас все дорого. Сколько такая штука весит? Весит маленькая модель, весит 2 килограмма 300, а большая очень больше трех. Ну и, соответственно, это поднимает камеры до 2 килограмма 300 грамм. Это в два раза больше. Еще, кстати, компания Sony совсем недавно презентовала новую экшн-камеру. Девушка просто зомбировала меня теми характеристиками, которые есть в этой камере. И стоит она гораздо дешевле, чем GoPro. Так что, если вы еще определяетесь, какую экшн-камеру вам купить, то присмотритесь еще и к моделям от Sony. Она идет вместе с подводным боксом до 60 метров. То есть, можете спокойно нырять. Например, в предыдущих моделях вам нужно было покупать дополнительно бокс. А из-за прямой линзы, то что теперь резкость увеличивается, соответственно, и, соответственно, у вас не будет более четкое изображение по краям. Можете также достать, например, камеру из бокса и снимать, например, поставить на любое крепление уже без него. То есть, по сути, бокс нужен только для подводной съемки. Новый пульт управления, вот такой вот, который вы можете даже... Сейчас я покажу. Ну, вот, соответственно, можете даже его снять и установить, опять же, там, на, например, крепление, там, на велосипед, использовать отдельно, как экран. То есть, даже не обязательно. Здесь изображается в реальном времени изображение. То есть, можете просматривать потом, что вы сняли, фото, видео. Вот, а также управлять полностью камерой. Плюс, в этой камере, да, можете даже ее включать и выключать дистанционно, что удобно. Такая камера, она стоит 20 тысяч, если без пульта управления. Если с пультом управления, 27 тысяч. Конечно же, я не могла пройти мимо квадрокоптеров. К тому же, на стенде компании Sony я как раз-таки управляла одним из таких. Сначала у меня был Parrot BeBot 2. Это такой простенький в управлении квадрокоптер. А потом, после того, как несколько раз он терял связь из-за огромного количества Wi-Fi на выставке и просто летел в непонятном для меня направлении, был неконтролируемым, мне уже принесли Phantom 2, которым я благополучно управляла. Так вот, на стенде компании DJI был представлен Phantom уже четвертого поколения. И я решила спросить, чем же он отличается от второго. Phantom 4, конечно, это совсем другой аппарат. Я смотрю, у него новая, какая-то более проще, что ли, да? Да, значит, у него, во-первых, увеличенное время полета 28 минут. 28 минут. По сравнению со вторым Phantom 2, это спутники GPS и Гламаз. Так. Это, значит, более точное физиционирование. И вообще он уже хорошо висит в машине. Потому что здесь вот... А там четвертый как раз? Нет, не видел. Да, четвертый он летает. То есть он хорошо точку держит даже в помещении вот на белом полу. Вот, у него два сонара и две камеры. То есть это как раз для профессионирования. Можете подержать, вот я просто. Спасибо. То есть два сонара и две камеры для профессионирования. Появились еще теперь сонары спереди. Да, вот вижу. Вот, приложение, это выглядит вот так. Теперь, да, у нас есть масса, работа, действия. Появились, подальше. Если это препятствия, то есть это препятствия. То есть он в состоянии теперь отслеживать препятствия перед собой. Батарейка... Вдруг столб и он столб назад отдается или как-то отбивает его? Да, он отодвигается. То есть сбегает препятствия, но это пока только при полете вперед. То есть еще дальность полета 3,5 километра. Если второй фантом там вообще до километра, может, полтора, третий, вдруг заявлено по характеристикам 2 километра, да, то здесь уже 3,5. А записывается... А теперь смотрите, как правильно управлять квадрокоптером в условиях ограниченного пространства, в помещении, над людьми и так далее. В общем, практически с абсолютной безопасностью. А теперь я показываю вам то, как управлять квадрокоптером в помещении не нужно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Я надеюсь, это видео вам было полезным и вы нашли для себя что-то интересненькое. Не забудьте поставить мне лайк и подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Ну и, конечно же, я рада каждому комментарию под этим видео. Всем спасибо и еще увидимся!